добрый день появилось много вопросов как вы лакируете картины чем каким лаком вот решил еще раз показать вот водяная баня беру лак лак использую либо домарные либо акрил стирольные это покрывные лаки вот сейчас здесь у меня домарный лак смесь с акрил стирольным и добавлено немножко масла масло добавляю для того чтобы можно было подольше работать потому что если одним лаком крыль быстро хватается за кисточку нужно очень быстро не успевают тонким слоем намазать беру начаться стаканчик добавляю лак сюда еще раз говорю здесь две смеси лаков акрил стирольный и домарный домарный лак имеет свойство проникать очень хорошо акрил стирольный дает хорошую пленку все пока немножко разогреется сейчас так берем картину нужно ее очистить от пыли можно даже мокрой тряпкой пройти но эта картина у меня не сильно запылилась поэтому достаточно ее просто смахнуть и все она чистая все для чего мы покрываем лаком прежде всего это убрать мазки убрать это разводы вот наверное видно в камере что часть матовая часть блестящая особенно на плотных красках вот она стала матовая вот именно за этим покрываем лаком чтобы увеличить глубину второе это закрепить красочный слой лак держит краску уже не будет бояться там каких-то небольших механических повреждений еще чего-то но появляется блеск у картины я не не очень люблю блестящие картины ну это как необходимое зло некоторые любят чтобы блестела ничего плохого в этом нету но при просмотре картины приходится искать угол чтобы не по это не приковала ну вот все сейчас у нас немножко разогрелся вот все жиденький стал прям как водичка все берем немножко лаку и начинаем тонким слоем наносить его заливать не нужно толстым слоем лака не надо крыть его на два раза считаю ни к чему разгоняю постоянно нужно следить не свет из окна падает вот я вижу где бликует где нет постоянно слежу волосок какой-то попался пробовал крыть губкой ну получается что получается что лак еще если жидкий он начинает пузыриться губка все равно она пористая и дает как бы это пенку что ли и вот лак он все равно быстро схватывается и пузыречки вот эти остаются это как бы не очень хорошо тонким слоем разгоняем напомню еще раз что перед покрытием лака картина должна хорошо просохнуть это как минимум месяц месяц должна посохнуть как минимум желательно даже и побольше два-три месяца многие советуют что нужно там полгода выдержать даже где-то слышал что 6 лет не знаю не совсем это оправдано почему сейчас такие краски материалы в основном химия это все очень быстро полимеризуется и нет смысла держать ее полгода если краска полностью уже высохла после покрытия лаком нужно сушить и ну я сушу вертикальном положении и ставлю но с наклоном внутрь чтобы красочный слой был как бы скрыт от попадания пыли лак засохнет буквально через пару дней вот два дня она должна постоять мордой вниз полностью засохнет где-то через недельку наверно я уже делал один ролик и люди смотрят появляются вопросы как чем каким вакуум это все очень просто не надо там мудрить ничего только нужно знать свойства лака покрывные лаки вот самые нормальные это домарный акрил стирольный лак лучше применять их и не надо ничего изобретать уже все до нас изобретено кстати домарный лак можно использовать его и между слоями краски наносить его если работа многослойная пишется не за один раз вот между слоями можно его наносить он тоже так хорошо дает пленочку и по ней писать легко он почему-то краска не проскальзывает хорошо держит и в то же время все хорошо получается ну вот видите вот за счет масла вак не так быстро схватывается можно аккуратненько выровнять все кстати можно покрыть еще если жалко кисточку можно покрыть синтетической тканью тоже делать из нее тампоны все обязательно синтетику почему потому что она не дает ворса не надо без конца это отковыривать там волосинки от нее ну я крою всегда кисточкой говорят что если покрыла раз кисточкой то все она пропала выкину нет я мою растворителем ее и потом хозяйственным мылом промывая также как после краски и все нормально ну вот как бы проверяем постоянно на блики кисточка чем хороша она загоняет лак все равно между вот шероховатостями в краске в холсте все-таки лучше чем ткань я считаю поэтому кисти есть кисть ну вот вроде бы все нормально видите вот здесь я мазал и тем не менее беру и второй раз загоняю и кисточка не прихватывается поэтому добавляйте масло не бойтесь что там будет дольше сохнуть ну дольше но не настолько чтобы это было критично ну опять же если работа делается на заказ нужно быстро сделать то любой лак вот ну как любой это домарные либо акрил стирольные просто на водяной бане раз его разогреть ну и покрывать нужно быстро потому что без масла он начнет прихватываться стоять стоять властинка посмотреть внимательно чтобы не попало никакого ворса потому что лак прилепит потом на гуха это все вот как то так появятся вопросы пишите с удовольствием на них отвечу всего доброго так вот вот